Дети отправились на отдых. Ребята поехали в три лагеря – снежный, энергетик и юный турист. Всего более 200 детей. Смена – три недели с 7 по 27 июня. Запланировано три смены. Завершится летняя здоровительная кампания в середине августа. За лето в лагере побывают более 650 детей от 7 до 15 лет. Также в лагере будут работать вожатые – практиканты из университета. Северо-восточный государственный университет активно с нами сотрудничает. Практиканты, все, которые должны были пройти практику, направлены к нам на первую смену, но изъявили желание работать у нас далее, вторую, третью смену. Поэтому это не просто практика. Это еще и полноценное трудоустройство, возможность себя и реализовать, и заработать одновременно. И вожатые, и дети, и персонал – все, кто поедет в лагерь, обязаны пройти медицинский осмотр. Они должны сдать анализы и получить медицинское заключение. Кроме того, за 72 часа до заезда нужно сделать ПЦР-тест на коронавирус. Кто-то поедет в лагерь впервые, кто-то там уже завсегдатый. Однако ребята с воодушевлением ждали начала отдыха. Так что же ждут ребята от лагеря? Отправляетесь в лагерь? Чего ждете от этого лагеря? Новые знакомства, чтобы было все классно. Получается, новые впечатления. Я еду в энергетик, я хочу с многими познакомиться и какие-то новые впечатления. Я еду в первый раз в лагерь, и мне страшно, ну и хочется поехать, но страшно очень. Я еду второй раз в лагерь, и мне чуть-чуть страшно, вот. И, ну, мне, надеюсь, там будет очень весело, и я не пожалею, что я туда поехала. Наш летом будет полноценным, веселым, насыщенным. Мы постараемся сделать все, чтобы ваши дети получили максимальное удовольствие, чтобы они оздоровились, получили насыщенный отдых. Вы отдаете сегодня в руки за ваших детей нам, и забирайте их только 27 июня. Поэтому сейчас обнимаемся, целуемся. Ваши в другом окошке я попрошу пройти сейчас на посадку в автобусы. Детей провожали не только родители и родственники, но и муниципальный оркестр. Все пожелали ребятам хорошо отдохнуть и повеселиться. Традиционно в начале лета в Магадане торжественно запускает главный городской фонтан вдохновения на площади космонавтов. В прошедшую субботу свидетелями события стали и журналисты вечернего Магадана. Сегодня в этот радостный, но не совсем солнечный день в городе запускаются фонтаны. Но в настоящий момент мы запускаем фонтан вдохновения, который уже многие годы радует наших горожан. Надеюсь, после его запуска тучки бегут, проглянется солнце, и наконец-то в Магадане наступит лето. При расконсервации и подготовке к запуску фонтана вдохновения специалисты КЗХ выявили и устранили несколько неисправностей. Отремонтировали один из трех двигателей, произвели замену микросхем в управляющем автомате фонтана, восстановили разрушенную кладку на чаше. Теперь самый большой фонтан областного центра будет радовать магаданцев до осени. Огурцы, молоко, торты. Ярмарка выходного дня теперь на Магаданской площади. Рынок под открытым небом начал свою работу в субботу, 5 июня. 80 предпринимателей представили свою продукцию. Колбасные изделия, рыба, икра, мясо и многое другое. Как отметил глава муниципалитета Юрий Гришан, на Магаданской площади больше предпринимателей смогут представить свой товар. Да, мы сегодня переехали с рынка Фрэш на площадь Магаданскую. На самом деле это здорово, потому что там ограничения все-таки коронавирусные присутствовали, и все желающие не могли участвовать в ярмарке. И самое главное, что мы сегодня предоставили возможность сезонной торговли рассадой, кустиками всевозможными. Люди очень довольны, что наконец-то они начнут реализовывать то, что они в течение трех месяцев в теплицах производили. Организовали торговлю с учетом всех санитарно-эпидемиологических норм. Посетителей ярмарки было очень много. Магаданцы с удовольствием покупали товары местных производителей, которых было немало. У нас Охотский берег, товар Охотского берега, все у нас вкусное, все свеженькое. Что есть? У нас сардельки есть, говяжьи, свиные, сосиски есть аппетитные, молочные, пикантный сыр. Вся продукция вот эта свеженькая, грудинка у нас сырокопченая, вареная копченая. Потом у нас балык венский сырокопченый, шашлыки. На прилавке у нас есть семга, брюшки семги, окунь терпу, кунжаль, балтус, зеледка, слайсы, скумбрия всякая разная. Так, ершик, юкала, балыки, камбала, хариус. Все есть, узбекские, зелень есть, виноград есть, огурцы есть, яблоко есть, семь видов, лук, картошка, морковка, капуста есть. Ну, здесь получается, у нас кондитерские изделия, рыжики всеми любимые, наполеоны, картошка, ну, рулеты. Ну, вот так вот торгуем, люди очень хорошо берут. Рынок будет работать каждую субботу до 25 сентября с 10 до 16 часов. Следующую ярмарку проведут в воскресенье 13 июня, поскольку 12 июня на Магданской площади пройдет празднование Дня России. В минувшие выходные сделать прививку от коронавируса можно было у другого центра Моримол. Вакцинироваться мог любой желающий. Напомним, прививают колымчан вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК, она же спутник ВИ, во флаконе 5 доз. Эксперты уверяют, поставить нужно две прививки, поскольку только так в организме сформируются антитела. Записаться на прививку можно любым удобным способом – по телефону 122, в порядке живой очереди или через портал госуслуг. На прошедших выходных в городском парке возобновил свою работу детский автогородок. Городские власти совместно с ГИБДД сделали это торжественно и интересно. На мероприятии побывала и съемочная группа «Вечернего Магадана». Лето – это самая пора для отдыха, каникул, для отдыха активного. И очень часто мы понимаем, что дети желают находиться на свежем воздухе. И для того, чтобы быть на свежем воздухе, необходимо, чтобы их прогулки были безопасными. Иногда нужны такие площадки, где дети должны вспомнить или закрепить знания правил дорожного движения. Мы сами понимаем, что правила дорожного движения каникул не знают. И когда ребенок ходит в школу, он с родителями закрепляет свой маршрут. Дом, школа, дом или образовательная организация. И, скажем так, очень много детей возят каждый день. И, соответственно, как пассажира его правильно усаживают в сиденья. Летом, к сожалению, эти навыки начинают теряться. И вот для того, чтобы эти знания имели основу и были подкреплены, мы летом проводим очень много мероприятий, связанных как раз с напоминанием о безопасном поведении на дороге. Открытие автогородка в городском парке, по словам сотрудников ГИБДД, очень значимо для детей и их родителей. Катаясь в автогородке, на велосипедах, роликах и самокатах, дети смогут на практике улучшить свои навыки безопасности, поведение на дорогах. А что мы будем делать, если вот так? Получить услуги пенсионного фонда можно дистанционно. Сделать это можно через порталы госуслуги и на сайте ПФР. Однако, если колымчанин хочет проконсультироваться лично, ему нужно на центральной странице зайти в раздел «Электронные сервисы» и выбрать вкладку «Предварительная запись на прием». Заполнить простую форму, указать в ней свои данные, место, тему, дату и время приема. Кроме того, записаться на прием в пенсионный фонд можно по телефону. Для жителей Магадана запись осуществляется по номерам 8 924 690 37 31 8 924 690 38 01 Также обратиться за получением ряда государственных услуг ПФР можно также и в офисы многофункционального центра.